Несколько дней назад мы сходили в гости в офис компании Mail.ru, а именно в тот отдел, где люди разрабатывают и работают над игрой Skyforge. Что из этого получилось, смотрите. Меня зовут Александр Паньков, я ведущий дизайнер компании Allot Steam на проекте Skyforge. Расскажи, пожалуйста, чем ты занимаешься в проекте? Сложный вопрос. Я скрам-мастер, это что-то вроде руководителя отдела в команде игровой механики, и наша команда, не я один, а мы все вместе, занимаемся системами в игре разнообразными. То, что касается ежедневного эмоциона, информатория, того, как раздаются награды, того, как происходит обучение, много-много разных вещей, которые нельзя выразить непосредственно геймплейным описанием, но легко описать процессом. Почти все это в нашей ответственности, в нашей компетенции. Вы буквально, наверное, меньше месяца назад перешли из ЗВТ в ОБТ. Насколько сильно изменилась работа, нагрузка? Запуск – это всегда начало разработки, как говорится. Очень сильно изменилась, и если темп поджимал уже ближе к дате выхода, надо было доделать, надо было успевать, то важность, срочность и ответственность работы возросла просто экспоненциально. Если раньше все наши идеи были только в нашей голове и проверялись на малом количестве людей, то сейчас мы уже работаем с настоящими пользователями, они выдают настоящий игровой процесс, они уже выдают живой фидбэк от итогового продукта. И здесь надо работать не только быстро, но еще и точно, и умудриться ничего не сломать и не починить лишнего. Все стало гораздо-гораздо сложнее, напряженнее и быстрее. Но так всегда происходит на запуске, а ОБТ – это же запуск для ММО. В общем-то, в связи с тем, что вы выкатили на ОБТ очень много новых фич, которые, в общем-то, на широкой аудитории не тестировались, которые, в том числе, вызвали некоторые проблемы, там те же самые ПВП-арена, где народ получал награды просто в каше. Да, вот насколько сложно это давление? С одной стороны, пользователи сразу требуют каких-то изменений, а с другой стороны, вы понимаете, что нельзя вот прям резко что-то поменять, можно только еще сильнее спорить. Как вы с этим справляетесь, с этим балансом? Хороший момент, когда аудитория живо реагирует. Это звучит страшно, и накал страстей большой, но при этом это хороший момент рабочий, потому что мы видим, вот наш, так сказать, пациент, и вот здесь у него болит. Мы понимаем симптомы, мы понимаем, что нужно лечить, и остальное вопрос техники и профессионализма. Быстро найти решение, хорошо его продумать, проанализировать, правильно и качественно его реализовать, и потом добиться его попадания на живые сервера. Это одна часть, и она страшная, громкая, шумная, но при этом прямая. Гораздо хуже, когда что-то происходит, а игроки этого не могут сформулировать, выразить. Стоящий АФК-шар, вот он, его можно назвать, зарепортить, поскриншотить, его можно по базе видеть. Гораздо хуже, когда появляются проблемы, которые влияют на поведение, но непонятно из чего исходят. Вот там начинается настоящая сложность. И такие проблемы, конечно же, и есть, и будут, и с ними мы работаем не менее усердно, чем с более явными. Тем не менее, как правильно было замечено, любое действие может, кроме конструктивного, еще и деструктивные последствия иметь. И поэтому ни одно решение, ни одно предложение игрока, ни одно предложение разработчика моментально не попадает в игру. Не только потому, что есть технические ограничения в духе, сервер нужно положить и запустить профилактику. Нет, еще каждое решение надо хорошо взвесить и проверить. Когда игроки пишут, ну вот, я уже целую неделю назад зарепортил свою проблему, она до сих пор не починена. Это всего неделя, потому что, если каждый репорт чинить моментально, скорее всего, мы игру поломаем. И для того, чтобы не совершать такие поспешные решения, у нас большая, хорошо выстроенная инфраструктура из профессионалов, которые мешают друг другу совершать ошибки быстро. Но, как любой человек, конечно же, мы не застрахованы от ошибок. Насколько больше команда работает за последний месяц? Каков рабочий день нынче? Сколько синых волос у вас прибавилось? Я не знаю, насколько вы похудели? Значимо. И прибавилось, и убавилось. Всего значимо. Это очень жесткий период. Недавно на Хабре появилась у нас статья о том, как мы срочно реагировали на технические проблемы. И там все подробно расписано, как ребята в выходные сидели здесь и по ночам чинили и искали причины, проблемы и все остальное. Сейчас самое начало проекта. Сейчас первое впечатление у пользователей. Сейчас складывается та аудитория, которая потом будет костяком, хардкорной частью игрового комьюнити до конца жизни проекта. Сейчас очень ответственный момент. Поэтому, конечно, жертвуем всем чем угодно. Я так и не играю в GTA. Видите, на что приходится идти ради Skyforge? Шучу, конечно. Мы сами играем в Skyforge. Для нас это тоже игра. И это время, во-первых, его нельзя отделить от рабочего, потому что я играю в Skyforge не только в свое удовольствие, но еще и смотрю, что получилось. Смотрю, как с этим взаимодействуют живые игроки. И так поступает практически вся наша команда. Ну, я думаю, есть какой-нибудь технический сотрудник, уборщица, которая не позволяет себе играть в Skyforge. Но, тем не менее, все разработчики погружены в проект и в разработку, и в его непосредственный процесс, в игру. Это все сильно раздувает рабочее время, но мы команда энтузиастов, по большему счету. Для нас не работа с 10 до 7. Для нас работа ради проекта. Поэтому это воспринимается скорее как часть нужного, а не как какая-то жертва. Тем не менее, нервы, тем не менее, силы и усталость, и мешки под глазами. Да, это наш сегодняшний стейт, наше сегодняшнее состояние. Мы, когда прошлись немножко по офису, мы видели пустые места, посадочные. В общем-то, вы уже начали расширять команду? Это просто наше пустое место. Мы его раньше использовали как лаунж. А сейчас поставили туда стол. Да, мы подумываем о расширении. Сейчас не самый подходящий момент, чтобы прямо вот сейчас набирать новичков, потому что их некому будет обучать. Все сильно заняты на ОБТ. Но, тем не менее, наша компания всегда расширяется. Мы всегда ищем таланты и готовы принимать людей. В общем-то, я думаю, последний вопрос. Сейчас, 29-го числа, вы обещаете вот эти крупные обновления. Собственно, там, помимо лейтгейма, хендер, контента, да, будет еще, скорее всего, куча всяких бакфиксов. Ну, да. Если хоть что-нибудь можете сказать, что-то? Пропадет миллион заданий от пантеона в культе. Пойдет? Там много всего. И мы обновления в плане фиксов гораздо чаще выкатываем. Каждая профилактика — это исправление чего-то. Очень много мелких огрехов и крупных недосмотров, конечно же, должно фикситься не в момент больших обновлений, а тогда, когда решение найдено и исправление совершено. До того периода, до 29-го, я думаю, будет исправлено немало мелочей, а большие системные вещи попадут туда. Мы чуть-чуть подвигаем сложности, мы чуть-чуть исправим кое-какие спилы в классах, мы поправим немножко циферки павера. В общем, всего планомерно сделаем достаточно. Но главный фокус в этом обновлении, конечно же, новый контент. Меня зовут Загурский Сергей. Я руководитель команды игрового сервера. Ну, в общем-то, как и на старте многих проектов, у вас тоже возникли трудности с силаками. В общем-то, с чем они были связаны? То есть, вы где-то что-то не рассчитали или где-то что-то неожиданно по традиции сломалось, и пришлось все это восстанавливать? Трудности возникли как раз на тех участках, которые были слабо покрыты нашими нагрузочными тестами. Причем слабо покрыты как количественно, так и качественно. Ну, например, наши нагрузочные боты, они уделяли мало внимания игровому рынку. И поэтому, как в общем-то логично, мы первое, на чем обожглись, это на рынке. Соответственно, был некоторый период, несколько дней, когда мы вынуждены были работать с отключенным рынком. Сначала полностью отключенным рынком, а потом с отключенным на продажу. То есть, предметы можно было покупать, но нельзя было продавать. Были проблемы с железом. Тоже у нас немножечко с неожиданной стороны эти проблемы подошли. Ну, в принципе, в целом, можно сказать, что... В принципе, мы не ожидали в основном проблем по железу. Потому что это то, что трудно диагностируется со стороны наших метрик. Это то, что мы отдаем практически целиком и полностью на откуп оператору. Поэтому, собственно, это ударило по нам больнее всего. А проблема с аукционом, хоть и потребовала отключения аукциона, но мы ее решили худо-бедно в штатном порядке. Ну, в общем-то, я думаю, последний вопрос. Все, в общем-то, кто любит ПВП, у них большая проблема, что никак в очереди не показывается количество людей. Идут спекуляции, что это связано с тем, что там какие-то сервера, которые должны это отображать, не работают. Насколько это реально? Нет, это неправда. На деле сейчас у нас, скорее, тут накладываются несколько проблем. Во-первых, то, что у нас брекеты по престижу довольно узкие, и поэтому относительно мало игроков в каждом из брекетов. Это раз. Плюс есть проблемы, связанные с тем, что один игрок, он не может встать в очередь на несколько приключений. Поэтому распространенный паттерн поведения игрока следующий. Если он хочет пойти в ПВП, он последовательно проверяет. А вот это ПВП. Подождал минуту, не началось. Ладно, вот это ПВП. Ну и так далее. Соответственно, эффективно в очереди он нигде не стоит. Соответственно, несмотря на то, что он хочет играть в ПВП, сервер не имеет возможности его куда-то отбалансить. Вот. С этим бороться будем какими-то, может быть, более эффективными механизмами. Ну, то есть, сразу как-то вовлекать игрока в ожидание старта приключения, чтобы не было ощущения, что вот где-то там время тикает, а на самом деле ничего не происходит. Может быть, будут расширяться брекеты, но это вопрос скорее не ко мне, это дизайна вопроса. Нет, вот вопросы на отображение количества участников. Потому что сейчас вот везде количество участников ноль. Я думаю, что это просто баг. Количество участников ноль. Окей, спасибо. Меня зовут Антон Надворский, и я старший геймдизайнер в команде Портала. Если вы играли в нашу игру или заходили хотя бы на наш форум, вы должны были обратить внимание, что это не просто форум. На данный момент он тесно интегрирован с игрой и некой социальной сетью. Я хотел бы вам рассказать, зачем мы все это затеяли и какие цели мы преследуем, и как вы, как игроки, от этого выгадаете. Давайте так. Одна из таких целей – это предоставить людям некий инструментарий. Дать им возможность играть в игру, когда у них нет возможности играть в игру. Мы планируем в ближайшем будущем… Некоторые функции уже сейчас реализованы. Некоторые функции будут реализовываться поэтапно в течение нескольких месяцев. Мы планируем дать людям возможность управлять своим, например, культом, который является большой частью игры. Управлять им со своего планшета, со своего мобильного телефона, из любого браузера. Мы планируем дать людям, состоящим в гильдиях, удобные инструменты управления гильдиями. Не только возможность строительства и исследования, но и способы решения кадровых вопросов. Одной из больших фичей мы считаем энциклопедию, которую мы все теснее и теснее начинаем сейчас интегрировать с игрой и протаскивать ее на портал. Планируется, что практически по каждому предмету, по каждому NPC, по каждому мобу, который вы встретите в игре, вы можете открыть его подробную карточку с актуальной информацией, которая будет актуальна просто потому, что она будет подтягиваться сразу из игры. И видеть советы от других пользователей, может быть, более опытных, чем вы, по прохождению этих инстансов, этих рейдов, этих басов. Мы, конечно, отдаем себе отчет, что мы, как разработчики, способны написать какие-то гайды, тактики и прохождения, чтобы помочь своим игрокам. Но мы понимаем, что никто, кроме других игроков, не сможет это изложить более правильно и удобно, чем сами игроки. А как насчет всяких объяснений, именно как работают, например, статы? Может, сейчас многие сталкиваются с тем, что вот то, что написано в Tooltip, этого, ну, грубо говоря, недостаточно для того, чтобы там просчитать, что нужно для моего класса, для такого-то билда, что там брать, отвагу брать, дух брать, что-то другое. То есть, планируете ли вы сделать какой-то инструмент, где можно посмотреть более расширенную информацию по статам, по билдам, по скиллам? Планируем очень сильно расширить функционал того калькулятора, который сейчас там есть, потому что мы отдаем себе отсчет в том, что сейчас он, быть может, не всегда удобен и не всегда полезен. Мы обязательно сделаем там полный атлас, чтобы игроки могли не только оценивать свои текущие билды создавать, но и смотреть и рассчитывать свою прокачку на несколько недель вперед. По каждому скилу, по каждому спилу и обилке мы хотели бы завести отдельные странички, рубрики, стены, как это в социальных сетях, где игроки могли бы поделиться своими наблюдениями с другими игроками. И наша цель в том, чтобы это не было какой-то мертвой энциклопедии, которая лежит где-то там, чтобы ее информацию из нее можно было использовать везде, вообще не на форуме, в каких-то социальных сетях, ссылках другим своим товарищам по игре, находясь в самой игре. Например, вот эта большая наша интеграция с игрой позволяет людям, которые находятся в игре, например, переписываться, чатиться с людьми, которые сидят, может быть, на работе, на перемене в школе. То есть у нас наш чат, он связывает людей, находящихся в игре и вне ее. Точно так же вы можете открыть, в любой момент находясь в игре, вы можете открыть браузер и получить полный доступ ко всему функционалу портала. Вы можете открыть карту уровня в игре, нажать на кнопку получить информацию о включении, в котором я нахожусь, и увидеть там десятки гайдов, которые другие игроки, которые до вас прошли этот уровень, составили и положили на эту страничку на СП5. Также мы очень озабочены вопросом рейтингов и статистики. Да, сейчас этот функционал недоступен обычным игрокам, и мы планируем его добавить в скором времени. Но, поверьте, мы хотим сделать нечто похожее на Battlelog в Battlefield, если вы знаете, Social Club в GTA. То есть уже сейчас каждый игрок может зайти в профиль другого игрока и посмотреть его статы, его PvP, PvE рейтинги. И что очень полезно, ну, не секрет, что все разработчики сидят сейчас на форуме и читают то, что пишут игроки. И нам очень приятно видеть, когда в каких-то форумных баталиях про правильность игры тем или иным классом люди просто заходят в профиль говорящего и смотрят, насколько действительно хорошо он владеет тем, о чем он говорит. Да, создаются иногда неловкие ситуации, но вот эта вот статистика, которая будет с каждым обновлением наращиваться и наращиваться, она позволит действительно отделить зерна от флейвел, определить класс и экспертизу того человека, который вам о чем-то рассказывает. Точно так же будут общесерверные рейтинги не только по игрокам, но и по гильдиям, не только по каким-то PvP активностям, но и по PvE, по качеству и времени прохождения рейдов, инстансов. И мы очень хотим этот инструмент статистики срастить с инструментом рекрутинга в гильдиях. То есть вы сможете не только сравнить свою статистику со статистикой другого игрока, но и какие-то рекрутеры из гильдий смогут по простым способам отобрать нужных себе людей. Или вы сможете найти легко гильдию, подходящую вам по вашим способностям или вашей направленности. В общем-то как насчет того, что похвастаться именно достижением, например, на арене убил 12 человек. Хочешь нажать кнопочку, мол, показать всем. А кнопочки нет, это планируется? Да, безусловно. Одна из наиболее приоритетных фичей на ближайшее время это интеграция с другими социальными сетями. То есть это будут возможны не только репосты каких-то ваших происшествий или событий в игре, не только во внутреннюю сеть, в которой вы можете поделиться со своими друзьями, но и, например, сделанный красивый скриншот вы сможете оставить не только на форуме или в социальной сети Skyforge, но и отправить его в Инстаграм, в Твиттер, в Фейсбук. Вот. Человеки прячутся в пальмах. Работают, сидят. Меня зовут Ярослава Наглебова, я руководитель студии Alloz Team. Большую часть времени я пробыла и руководителем Skyforge. Недавно, в этом году, меня сделали руководителем студии, но в основном, чем я занимаюсь, это Skyforge и все, что связано со Skyforge. Окей, тут у меня первый вопрос пока Леша думает. Каково вообще? Ну, тут Жанна по секрету сказала, что ты хрупкая девушка, руководит огромным количеством мужиков. Как оно вообще? Отлично. Чего-то все мне задают этот вопрос. Он актуальный, на самом деле, такой? Ну, просто я... Всеми, кем я руковожу, это очень умные и талантливые люди. Ну, то есть, действительно, вот что-что, что я очень сильно люблю в этой команде, что они все очень умные, очень талантливые. Это нестандартные в моем понимании люди. И не то, чтобы ими нужно руководить. Их нужно вдохновлять и не мешать. Ну, уметь периодически правильно задать вопрос, чтобы они привели к правильному ответу. Ну, в основном, ну, действительно, команда крутая. Мне нравится в ней работать. Насколько сложнее работать вот после запуска ОБТ? Веселее. Я не могу сказать, что сложнее. На самом деле, намного веселее. Во-первых, я уже выпускала Аллодена в качестве Киэй-директора. Сейчас я выпускала в качестве непосредственно руководителя проекта. И что я заметила сейчас на Скайфорже, что для меня очень ценно, пока в Скайфорже не было людей, он был неживым миром. А сейчас это стало живым миром, живой игрой. Люди его воспринимают как-то вот по-своему. У них свои догадки о нем, свои мысли, свои рассуждения. Это не все совпадает с тем, что мы делали. И это очень интересно. Ну, то есть то, что вот я сейчас вижу, я регулярно и в игре нахожусь, и на форумах, ну, как бы стараюсь. И действительно, это стал живой мир. Без людей это было не настолько интересно. Сейчас это интересно. Люди, соответственно, приносят нам даже тем, что и когда хвалят, и когда ругают, так как, ну, я вот конкретно очень люблю проект, то для меня очень важно и ценно, что они мне приносят, что улучшить, что сделать лучше, чтобы игра была действительно классной, и в нее хотелось играть. Ну, в общем-то, действительно стало, ну, для меня намного интереснее и веселее. Ну, то есть команда тоже и играет в игру, и то, что... Ну, мы знали, какой мы мир делаем, и мы делали определенный мир. Сейчас он стал живым, сейчас он стал натуральным. В каком-то смысле, наверное, если кто-то создавал нашу вселенную, он тоже думал одно, а потом мы сделали свое. Вот примерно то же самое у нас. Мне нравится. В общем-то, сейчас вы, очевидно, работаете больше, и у вас даже были проблемы, когда команда, которая занимается сервером, оставалась и работала до победного. В общем-то, как люди на это гео? То есть они с энтузиазмом берутся за задачи, или кто-то там говорит, «Нет, ребят, у меня-то контракт, я дольше работать не собираюсь». В чем наш плюс, я считаю, в том, что люди, то, что называется, таким образом, вовлечены в проект. Вот у нас действительно вовлечены люди в проект. Абсолютно честно, сейчас было тяжело на начале, на старте проекта. Там было тяжело, там были такие разговоры и все остальное. Сейчас у меня таких разговоров вообще нет. На самом деле, вот такой, то, что в геймдеве называется «кранч», у нас уже давно. То есть у нас, если посмотреть на командах, местами висит типа «Сон для слабаков». То есть реально люди здесь сидели абсолютно вот. То есть я удивлялась иногда парням, как они сидели здесь ночью, и, допустим, кто-то говорил, например, даже те, которые были демотивированы в начале проекта, говорил, что «Слушайте, чуваки, давайте вы пойдете домой, я поработаю, а вы потом придете, меня смените». То есть реально. И когда мы сидели ночью, я тоже сидела здесь ночью, и сидели, меня в этом реально потрясли наши технари. То есть вот честно, я обалдела, потому что ночь тяжело, мы уже сколько не спали, а люди делали очень такую работу, в которой надо быть очень сильно внимательным, иначе потеряешь самое ценное данное пользователя. Для нас это самое ценное, что есть, если мы потеряем что-то, что пользователь уже себе наиграл. И это очень сильно такая вот… Ну, то есть для меня работа, как, наверное, в Мариинском театре, свет держать на представлениях. И они всю ночь сидели, это карпели делали, и при всех то, что там случались еще форс-мажоры, случались какие-то ошибки, еще что-то, никто из них не выбесился. То есть я бы уже сидела иногда и думала, сейчас вот будет взрыв. И меня действительно… Ну, я восхитилась парнями. То есть я вот после этого еще раз восхитилась стойкостью. Действительно крутой. Поэтому нет, вовлеченный. И сейчас меня… Люди настолько вовлечены, что они сами остаются. Меня даже спрашивали другие менеджеры, а как так получается, что ты там не устраиваешь специальные кранчи, еще что-то. Люди сами вовлечены, люди сами хотят. Очень большое желание. Так что вот так. В общем-то, Skyforge, если все-таки полюбят, а его пока что любят, придется расширять команду, потому что так или иначе игра будет расти для развития, для поддержания игры. Нужно будет больше людей. И вот насколько для вас сложно будет именно принимать новых людей? Потому что, как нам сказал товарищ Паньков, что все-таки сейчас вот команда на данный момент не готова учить каких-то новичков ими заниматься. Вот как у вас будет этот процесс построен? Я скажу по-другому. Ну, все-таки у меня взгляд руководителя. Саша смотрит с точки зрения подтаскивания дизайнеров. Он прав в этом смысле. Я скажу по-другому. Вот у меня есть на начало проекта ситуация, когда любой новый человек демеджил всю команду, потому что это был неустойчивый еще такой корабль, и любой, то есть приходит человек, и нас начинает вот так трясти, как водку. Сейчас мы такой мощный танкер. Действительно, команда сплоченная стала сильной, и поэтому, когда человек вливается, его просто подхватывают, и он сразу находится в обороте. Скорее всего, то, что Саша озвучивал проблему, к сожалению, на рынке мало хороших специалистов. Много кто думает о себе, что он хороший специалист, честно, но вот приходят, мы держимся за ребят, которые приходят и становятся действительно ценными, но их мало. Вот, сматриваешь, отсматриваешь, потом приходит человек, и вроде бы не то, но когда вот выстреливает, у нас это радостно. Наконец-таки человек выстрелил, и все остальное. Поэтому на данный момент, я думаю, что команда справится. Ну, опять-таки, ну, действительно, вот сейчас, если сравнить с тем, как мы стартовали, какие сложности мы переживали, что было, сейчас команда горит, полна желанием. То, что называют, ну, я коучей, то, что называют у коучей в потоке, в таком эффективном потоке, когда я вот действительно благодарна ребятам, потому что мне не приходится, то есть я прихожу, говорю, слушайте, ребята, у нас на боевых, вот я увидела вот одну такую жалобу, и тут же начинают подхватывать, думать, как нам это сделать, что, естественно, мы не тут же быстро можем выкатить это все на боевые, потому что часть решений, они очень долгие. Но вот само, как происходит в команде, поэтому я думаю, что новых мы сможем. Ну, быстрое расширение, оно всегда сложно, но постепенно их сможем. Не думаю, что сейчас это большая проблема. Если мне не знает память, у вас был какой-то конкурс, который в том числе включал в себя возможность какого-то устройства, к вам наработает. Какой-то такой смелый эксперимент, или это... Это было в Володах, и мы пытались, мы несколько раз, на самом деле... Ну, у нас есть контр... Ну, то есть, мы берем людей и стараемся смотреть из конкурсов, из комьюнити, и со скримскула. Ну, то есть, говорю, с чем-с чем, а вот с кадрами на рынке очень большие проблемы. Поэтому мы пытаемся, как только не пытаемся выводить себе специалистов, у нас действительно это одна из самых больших проблем. А ваша команда каким-то образом контактирует с Obsidian? Потому что, в общем-то, много разговоров об этом ходят, многие называют это просто обычным переходом. Вот как, на самом деле, все это взаимодействие происходит? То есть, вы там какие-то телемосты делаете, как-то через интернет общаетесь? Ну, они к нам прилетали, были у нас в команде, прям жили и вместе работали. Классные... Там есть реально классные парни. Там есть... Мы столкнулись, кстати, в Америке с очень... Интересно. Мы такие бравые ребята думаем. Ну, сейчас мы в Америке сделаем офис, и у нас все будет круто. Там же крутые специалисты. Ну, как бы, то есть, и раз мы сталкиваемся с тем, что... А вот нифига, там найти специалисты ничуть не легче, чем у нас. Но мы действительно нашли несколько людей, которые крутые. Вот они приезжали сюда, работали с нами. Ну, было бы действительно классно. Они делали контент. Я его принимала, когда играла. Интересно, прикольные задумки. Они делали в основном сейчас хаинтные вещи. Люди увидят это попозже. Поэтому нам не удалось то, что мы изначально думали, сейчас мы там наберем кучу народу, и у нас будет все круто. И теперь вот там-то, в Америке, крутые специалисты. это оказалось иллюзией. У нас в России люди не слабее. Вот для нас это оказалось так, что у нас в России люди не слабее, не глупее. И вот то, что мы смотрим с открытым ртом на Америку, в данном случае это, наверное, иллюзия. Вот как бы конкретно здесь, не знаю, как в других местах. И вот так прям рост команды не получился. Но тех, кого мы набрали, очень сильно помогают. Там есть тоже еще хороший чувак, классный. Много помогает Эрик, который у нас достаточно известный, светится и все остальное. Он такой толковый чувак. Он приезжает и толково рассказывает, где мы можем напороться, на какие проблемы. У него есть опыт, это чувствуется, и он это хорошо рассказывает. Ну, молодец, мне нравится с ним работать. Он такой, ну, вот. Привет, меня зовут Антон Ваврушкин, я ведущий художник по персонажке в Skyforge. Расскажи, вот сейчас у вас ОБТ, расскажи, как у тебя изменилась работа с переходом игры в ОБТ, изменилась ли, я не знаю, может быть, сложнее, стало проще работать, какие, я не знаю, какие задачи перед тобой стоят, какие там, какие ты сам себе ставишь или какие в ходе работы. Ну, с запуском ОБТ у концепт-художников, так как я отвечаю за команду концепт-художников из-за контента в игре по персонажке, то с точки зрения концепт-художников ничего не изменилось, потому что мы, слава богу, первое звено в цепочке производства. Мы, собственно, создаем работу для других отделов, по сути. поэтому у нас авралы и тестирование касаются в меньшей степени, нежели чем людей, которые буквально заводят контент или имплементаторов, которые имплементируют в игру. Но, безусловно, конкретно моей работы стало больше, потому что необходимо проверять и смотреть отзывы игроков и реагировать в будущем, предпринимать сейчас что-то, чтобы в будущем наше будущее было более светлым, радужным и менее проблемным. Вот. Я дико рад, что мы запустили ОБТ и дико рад, что я в первую очередь концепт-художник, потому что мне не приходится все выходные сидеть, как большинство народов. В общем-то, какой фидбэк вообще в целом от внешнего вида персонажа, потому что если брать нашу форму Глухору, то, например, у нас люди в восторге от костюма Берсерка второго, от второго костюма Некроманта, а там часть костюмов кто-нибудь на них смотрит, тот же самый второй костюм Паладина или второй костюм Хранителя Света, и у них складывается впечатление, что там костюм Паладина Хранителя Света сделали в одну, в один какой-то этап разработки, а там костюмы, которые делали для Берсерка или делали для Некроманта, уже какая-то другая команда или, возможно, с каким-то другим взглядом делала. Вот каков ваш фидбэк? На самом деле вы говорите про альтернативные костюмы, я так понимаю. Мы альтернативные костюмы не создавали в принципе, то есть ни один из этих костюмов не задуман был изначально как альтернативный. Это просто подборка из того, что было, и поэтому они не всегда скажем так находятся, они не всегда продолжают ту линию, которую задает базовый костюм. Вот. К сожалению, так получилось из-за ограниченных ресурсов и времени. И мы надеемся, что мы в будущем добавим, создадим специальные костюмы дополнительные, классовые, именно классовые, дополнительные, которые будут с одной стороны отличаться от базового, а с другой стороны находиться с ним в стилистической гармонии и просто более широко раскрывать визуал-класса и характер класса, а не уходить куда-то в сторону, как многие сейчас альтернативные костюмы делают. Вот. Насчет того, что популярны игроков, что не популярны, мы сейчас собираем фидбэк, я так понимаю, то есть есть первый слой фидбэка, он крайне общий и там непонятно, почему популярна то и чего действительно игроки хотят больше, например, в будущем. Меня вот удивило, что самый популярный костюм в игре это костюм анархиста сейчас, ну, по крайней мере, на прошлой неделе было, и где-то там в первой тройке еще механик фигурирует. В общем, удивительное рядом. У меня такой вопрос будет скорее общий. Откуда вдохновение черпается? как сложно вот стало, то есть, ну, сейчас много же работы наверняка, откуда вот силой постоянно где-то что-то брать? Я знаю, что это такой вопрос очень общий, он не скорее не к вероятности, а скорее к работе художника, но вот это интересно. Ну, ответ на него такой же общий, как и вопрос в том плане, что отовсюду, из реальной жизни, из медиа, в основном, да, которые нас окружают, то есть, куча людей прямо сейчас создают огромное количество как непосредственно арта, так и просто каких-то макроидей или стилистических решений, которыми можно вдохновиться и, не знаю, скомбинировать или наоборот убрать из них лишнее или каким-то образом разобрать на составляющие, на алгоритм какой-то, и спроецировать его на конкретную работу в Skyforge, то есть, все вокруг и как у нас как был общий филинг стилистики проекта, да, про такой космической фэнтези и мир, в котором, возможно, все невероятно богато и объединяющий кучу разных направлений и эмоций игрока, да, то есть, мы планировали визуальные составляющие, которые была не просто красивой, что базовый параметр, да, все должно быть красивым в Skyforge, но и максимально разнообразным, то есть, по сути, у нас мир такой, в котором, как в Звездных Воинов, допустим, может быть, все что угодно, да, как эпические красивые дворцы, так и технофабрики и типа подворотни с гопниками, все что угодно, да, по сути, то есть, в этом плане просто апеллируем теми макросущностями и решениями, которые содержат реальный мир, да, то есть, как-то так. Вот ты уже назвал Звездные Войны, а тут, может быть, еще есть интересное... Final Fantasy, конечно. Чем, собственно, от чего вы иногда отталкиваетесь, бывает, что нравится из таких вот вещей, которые, может быть, чьи-то идеи, не чьи-то идеи, это неправильно, это вот, может быть, впечатлялись какими-то произведениями, книги, фильмы, мультики, все что угодно. Ну, да, Звездные Войны и Final Fantasy XIII, наверное, это не буквально дизайн, который там используется, да, а скорее те ощущения и те ниши, которые занимают в этих проектах сегменты, как они работают, на какую аудиторию они нацелены и какие впечатления они призваны вызывать у игрока, а проекция этих вещей есть в Skyforge точно так же, да, и из других медиа это просто современные проекты, которые действительно действительно сильно влияют на аудиторию и вызывают вау-эффект или вообще какие-либо положительные или сложные эмоции, да, и которые делают это с помощью в том числе интересной стилистической или графической составляющей, там, те же Мстители и вообще Марвеловские машинопроизводства, да, это что касается, там, костюмов или выработки объектов или VFX-части, да, вот, не знаю, Эволв крутецкий проект в плане анимации и дизайна существ, да, вот сейчас я вдохновляюсь Эволв, конкретно прямо сейчас. А каковы темпы создания вот этого нового вида персонажей, там, костюмов? Вот сейчас уже многие, кто играет, они уже посмотрели все костюмы, они выбрали тех, кто сейчас нравится и существующих, но не ждут новые, и вот через сколько им ждать? Месяц, квартал, полгода, год? Каковы темпы добавления будет именно костюмов? Ну, усыдненные? Производство костюмов достаточно дорогое, поэтому ждать, к сожалению, ждать потока костюмов не приходится, но, безусловно, что-то, что-то с этим будет, да, так же, как и маунты. Мы будем расширять количество маунтов, мы будем расширять качество маунтов, их реализацию, кайф, их управление в игре, да, то есть, опять же, вот, классный пример, маунт, байк в Дестине, он там всего один, да, но он, по-моему, очень круто управляется, и ощущение от него, прям как в детстве в Звездных Войнах, типа, ура, у меня есть летающий мотоцикл, такого будет больше, SkyForge, я надеюсь. В общем-то, я не знаю, актуален ли этот вопрос именно для тебя, но стоит ли пантеонам ждать, что будет какой-то шмот, возможность подбора шмота, именно, чтобы показать что-то из этого пантеона, как-то поменять цвет, какие-то добавить формы. Сейчас какие-то работы ведутся, это, наверное, ближе, это больше у арт-директора, Вите надо спросить, что-то будет, не знаю, что конкретно, я конкретно сейчас этим не занимаюсь, так точно не могу сказать, буду соврать. Я думаю, что, ну, не знаю, какой-то сюрприз, вот так вот, что игрокам же, ну, нет, что, что, ожидать игрокам вот такое прям, ну, ближайшее, ну, я опять же не знаю, можно это говорить или нет, но, ладно, ляпну. Для, типа, старой школы техфигурал Володы будет вас, в Скайфорже будет кусочек, кусочек астрала и, типа, тех самых астральных демонов. нет, ты, Продолжение следует...